Начинаю процесс подготовки грунта. Начинается он с просеивания земли. Земля у меня тут всякая. Это и остатки из кашпо. Вот в этот бак я сваливаю. А затем буду проливать марганцовочкой. Все приготовила. Вот лейка. Вот марганцовка. Буду насыпать землю и песок. Вот он приготовленный. И заливать вот этим составом, крепким марганцовкой. Проливать буду очень основательно, чтобы это все промокло. Но дезинфицирую я только эти две составляющие. Грунт, как бы земля и песок. Потому что это сулится, как бы тут и вредители, и все. Перлит добавляю. И торф подсушенный. Вот он видите, какой сухой, пересохший. Уже потом они излишнюю влагу впитают. Но все равно, как бы эта земля у меня, пропитанная марганцовкой, постоит дня два. Тут и выветрится, и она получше пропитается. А уже затем я два вот эти, две вот эти составляющие добавляю, чтобы как бы излишнюю влагу убрать. Ну что ж, приступим. Комочки, какие возможно, протираю. А то, что не протерлось, я откладываю в горшок. А то вынесу отдельно. Через ящик очень удобно. Просею я выбираю. Такие вот ящики разные бывают. Видите, высокие борта и мелкая сетка. Если они сломаются когда-то, легко будет заменить. Так, ну вот таким образом. Сейчас я просею. Дальше, значит, я вот насыпала грунт. Разровняла. И насыпаю песочком. Чтобы у меня получилось слоеный. Слоеный пирог. И вот камушки убираю. Песок беру промытый, речной. В нем, в принципе, немного камней. Но все равно попадаются мягкие. Помощью ящичка все просеивается. Так, теперь опять слой земли. Тут разровняю. И опять слой земли. И таким образом получается слоеный. Затем сверху, как я уже говорила, будет перлит. И сверху уже торф сухой. Ну, эти два материала я считаю стерильными, поэтому их не проливаю. Могу добавлять иногда вот от пенопласта. Ну, это как бы он вообще ничего не дает, кроме легкости грунта и объема. Ну, вот сейчас я заполню и покажу, как буду проливать. Ну, вот. Все уравняло, все задело. Корыто не полное. Оставила место, чтобы положить затем торф и перлит. А сейчас буду проливать. Ну, одну лейку-то я уже вылила. Просто что-то камера не сработала. Значит, добавляю марганцовки. Она у меня всегда разведена заранее. В бутыле вот такой, сильно концентрированная. Вот. И раствор я делаю в лейке тоже достаточно сильный. Надеваю ситечко и очень хорошо проливаю. Видите, какой цвет насыщенный. Вот, несмотря на то, что лейка уже была вылита целая, три с половиной литра вот эта леечка у меня, вот вода все равно, грунт взбирает воду. Вот. Проливаю я основательно. За время, пока тут стоит этот грунт, выветрится в стеклице. Тут объем большой поверхности, влага испаряется. Вот. И потом излишки взберет в себя перлит и пересушенный порт. Вот. Сейчас вот вода немного впитается и я долью пару леечку. То есть получается у меня вот два, семь литров. Семь литров уходит вот на этот бак. Видите, булька эта вбирает воду. Песок и грунт надо дезинфицировать хорошо. Можно воспользоваться и максимом. Но у меня остался последний пакетик. Мне предстоит обработка луковичных. Я буду доставать каллы из подвала. Лилии надо посмотреть. Поэтому тут я использую марганцовку. Последующий процесс, как уже готовый торф использую, я вставлю из предыдущих роликов, ну, чтобы не повторяться. Продолжение следует...